5 февраля 2022 года площадь строителей город Девногорск видео для youtube канала предпенсионер Вениамин Рыбаков подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии и вот в комментариях одна моя подписчица Татьяна попросила пройтись по маршруту который она заказала то есть показать бараки на не бараки наверно коттеджи двухэтажных двухквартирные коттеджи на улице Бориса Полевого а жила она там и вот туда мы сейчас отправляемся это вот вон там вдалеке магазины магазины на площади строителей не базарной площади площади строителей это вот здание построено было не лет назад как магазин частная это вон дальше ретранслятор который давно не ретранслятор вышка он еще стоит еще и еще не разобрали что там находится я не знаю ретранслятор находится вон там на здании бывшего дома пионеров ныне дома детского творчества ддт вот видите он как красиво огорожен заборчиком заборчиком ддт а вот так вот видите вот это пустыри пустыри дома дома а вон там сквозь лесочек про просит проглядывает здание на улице нагорной это дом называется шишкин дом не знаю почему а вот опять же покажу слева детская площадка которая недавно открыли с помпой и с с музыкой сейчас здесь находится двое мальчиков они вот лазит молодцы какие и мама с девочкой то есть то есть площадочка не простаивает не простаивает площадочка сегодня как я уже говорил 5 февраля и сегодня очень тепло сегодня минус 2 градуса вот в три часа дня как я начал свое путешествие показывала в минус 2 то есть очень тепло но к сожалению такая такая погода продлится недолго и через несколько дней опять будут морозы а это вот здание прямо здание дома быта это муниципальная собственность и раньше там были арендаторы а теперь постепенно арендаторов по моему выгнали всех чтобы здание готовится к продаже это вот слева визе это такой дом частный я как бы хожу любуюся людей никогда не видел но дорожки почищены всегда и внизу гараж на две машины а это улица бориса полевого скажем так друга детства бочкина андрея ефимовича они вместе в детстве ходили по комсомольским делам вытаскивали растаскивали по деревням книги вот видите бориса полевого это вот здание а вот в этом месте стояли три или четыре так называемых наверное коттеджи назвать или или дома 2 2 квартирных и вот в этих домах жила татьяна моя подписчица я тоже бегал часто мимо этого я помню эти дома ну извините это было 50 лет назад помню но слабо а вон там ведь и бить его в овраге такой крыша это досав единственное оставшееся место где можно в городе выучиться на водителя но 1000 раза 40 уже а вот мы идем с вами такой вот а кстати борис полевой борис полевой переводится как с итальянского языка полевой это кампов фамилия у кампов было и как-то как-то вот общаясь с этим максимом горьким он его хо кампов кампов помню я кампов это же полевой по-итальянски он долгое время жил в италии кого ты будешь ник не кампов уж полевой и вот с лёгкой руки основоположника советской литературы горького он стал борисом полевым а это вот я часто мы часто с ребятами бегали этой дорогой на тренировку на стадион и возвращались бегом и катились на ногах и все это идет тропинки они были прям выщерканы этим такими знаете ледышками ледянками что мы катались на ногах но сейчас вот смотрю что нету их наверное у пацанов пацаны сейчас нет не такие крутые чтобы скатываться на ногах стоя на ногах вот так вот а это вот а это вот не сынский центр видите это вот ставит похоже гараж а это само здание медицинского центра то есть сначала это возводилось как анализы анализы будем делать какие-то как те которые не делают не в больнице а теперь по моему там кабинеты есть как по слухам говорят есть кабинеты и врачи ведут прием то есть мы же сами проголосовали за доступную медицину против платной ну вот больница постепенно закрывается платные услуги доступные услуги развиваются это дом социальный дом на первом этаже соцзащита а на втором на верхних этажах комната для людей оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации на этом месте раньше стояла школа номер три деревянная такая знаете такая красивая деревянная значит с дворником по моему даже пионер стоял с горным какой-то а это вот здание дома ветеранов и сбоку висит висит мемориальная доска в честь сушкова общался с ним то есть тут был опорный пункт милиции 4-комнатной квартире наверно квартиру наружу продали это была собственность города наверно продали ее уже а вот табличка еще висит сколько она провисит я не знаю ну в общем то а это вот мы во дворе дома ветеранов и вот такие вот знаете скульптуры ледяные сделанные силами жителей дома и мы с вами продолжаем наше неторопливое путешествие по по городу девногорску то что это по улицам наверно не скажешь потому что мы идем между улицами мы идем такими такими местами где ходят только местные жители туристы тут не ходят вот оставили сзади улицу школьную и спускаемся вниз на улицу комсомольскую и вот идем такими вот наверное не пустырями все-таки наверно ну закоулками идем вон там он здание двухэтажное здание похоже это я то думал что это здание кого-то жкх участка жкх а теперь посмотрел там уже вроде как и фейерверки продают то есть вполне возможно что это частное здание и там расположены офисы он видите гаражи построены вот здесь что контейнеры стоят опля я говорю что я не хожу ходят здесь только местные жители этими этими тропами поэтому сам сам начал это я и не понял куда надо было идти вот так вот идти надо было вот так вот между гаражей по ручеечку кстати много так как городе на горшках положим террасами на на склоне то много ручейков ручей ручеечков ручейков безымянных всяких и вот самый знаменитый это филаретов ключ филаретов ручей мы кстати на нем на него выйдем в устье где он впадает в реку енисей и гермогенов ручей я-то думал что гермогенов ручей это на входе он такой вот называл называл что он филаретов я все время говорил что дорожники ошиблись то это гермогенов ручей нет а потом сейчас вот мы видим смотрим ну ладно а это вот здание стоматологии бывшей стоматологии то есть здесь ну как у некоторое время назад человек держал стоматологию ну он немножко поторопился сначала надо было завалить государственную медицину конкурентов а потом уже развивать самосвоистом стоматологии ну его им кажется не хватило сил и вот он по продает закрыл закрыл кабинет и продает помещение а это вот улица комсомольская это вот проспект ленинградский или московский а там вдали мы видели это был железнодорожный вокзал а мы идем теперь вниз опять таки ниже улице комсомольской по такой широкой дороге почищенной трактором дороги но мы помним все что эта дорога она асфальтированная бетонированная вернее хорошая бета бета бетонная дорога через лесок идет вот на но на набережную начало набережной но вы знаете я не люблю ходить этой дорогой и на это есть причина лет 15 назад я шел по в гости на улицу гидростроителей друзьям и меня здесь собака атаковала бойцовская собака домашняя собака да самое скверное было что похоже хозяин стоял в кустах и и просто притравливал для меня где-то вон там вдалеке стоял кусок в кустах и иначе натравливал чтобы не попас она мне припрыгает от хочет атаковать я на нее стою лаю себя понимаешь ли с места не с места не ухожу смотрю 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 на него него-то на по минуту три а может быть больше может быть меньше пола пола на меня и ушла к хозяину я надеюсь что это было давно лет 15 назад надеюсь что оба оба сдохли уже а вот мы идем по красивой красивом парку и сейчас мы выйдем на улицу они на улицу уже мы сейчас выйдем на трассу на трассу абаканскую трассу или трассу r-257 как я часто говорю трасса 6 километров трассы проходит по городу девногорску по территории города девногорска и наверно пару лет назад полтора года назад я слышал была информация что собираются эту дорогу электрифицировать то есть по закону положено если дорога ну какая дорога идет по по территории населенного пункта то надо должна быть электрифицирована то есть также как электрифицирована дорога ведущая идущая по поселу овсянка овсянка молодежный подъем он так хорошо освещен и тут вот еще освещена была манская гора вы наверно все заметили и еще буквально несколько метров было освещено на на выходе из тещиного языка то есть там где начинается граница муниципального образования города девногорска мы пересекли и идем дальше вниз на 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 железнодорожные пути идем ну и смотрим вот такой тут красота так хорошо так темно наверно наверное ночью а это вот подвалы подвалы людей много их подвалов вот там целый целый массив то есть строили мужики когда им было лет по 40 45 когда силы были работа была деньги было говорится еще стоял деньги были и жизнь казалось а что вот она жизнь елки-палки сладкая какая сейчас они все многие да многие да все папа постаревшие постаревшие уставшие ну что раньше было надо было заготавливать себе пропитание упаковать погреба и питаться с этого сейчас все все это есть в магазинах и вот такие еще кто постарше старшее поколение она по привычке по привычке садится сады и огороды по привычке солит огурцы помидоры и все это по привычке садит картошку морковку и все это по привычке складывает в погреба сколько это будет как долго это будет я не знаю с одной стороны как это вроде как безопасность продовольственная безопасность когда у тебя что-то лежит другой стороны часто конечно проще купить пойти в магазине а не будет подвоза в магазин что делать будешь вот то тоже это вот железнодорожные пути вон там вдалеке железнодорожное станции электричка и там дальше гэс линия идет до гэс а это мы спускаемся на улицу гидростроителей вот такая вот красивая красивая здание находится рядом с нами это здание автомойки сервиса и там еще какие-то суши арендуют помещение ну как-то даже был такой скандал газета ходила с корреспондентом что мол вот жители города жалуются что в топите 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 углем что дышать нечем ну да а куда деваться потому что топить электричеством это все нужно топить оксигнациями то есть город красноярск углем топится и как бы горя не знает а мы старое доброе время советское время пытались обогреваться электробойлер нами и теперь поэтому нас такие такие большие тарифы потому что электричество это очень дорого электричество это ну в общем дорого это не для города девногорска надо на уголь переходить а это мы идем по краешку улицы гидростроителей вот она осталась с левой стороны а я тут поставил немножко на перемотку на ускоренную перемотку но мое путешествие чтобы вы помнили чтобы вы знали от площади строителей до енисея заняло 25 минут то есть вот 25 минут я спустился неторопливым шагом спустился по сделал такое путешествие а это у нас с левой стороны улица гидростроителей а справа правой стороны вот видите девятиэтажка это уже набережная набережный дом 1 вот он а мы опять спускаемся опять по лесенкам весь дивно дивногорск на склонах и на лесенках то есть так террасами у нас положен потому что такое место нужно эти приходится за стенку придерживаться здесь потому что не потому что скользко потому что я уже знаете ли я человек не молодой мне в этом году будет 60 лет то есть в старое время я бы вышел на пенсию ну а в это время я еще четыре года буду ее не получать а вот мы уходим на улицу набережную переходим дорогу и вот они вот они западные отроги восточных стоян восточные стоян и стоян и и река енисей и мы подходим к ней спускаемся и спускаемся к самой воде ну еще краем глаза я заметил что много много гуляющих по по набережной поверху в основном красноярцы люди приезжают до 1000 человек в день приезжает чтобы погулять насладиться вот этим вот видом прогуляться а вот как я вам обещал посмотрите вот он город дивногорск а вон там он видите филаретов ручей впадает в иисей вон он видите а это гора монах а это вот западные отроги восточных стоян наша родина